Глава 18 Мы провели в Хивике Год очень насыщенный год И повторили то, что уже сделали В Пиркунии и Бадландии Когда нас наконец освободили Война уже закончилась Эпидемия тоже уже завершила свое смертоносное Шествие, унеся жизни в четверо Больше, чем вся война Старые государственные аппараты Прекратили свое существование В Пиркунии новый правитель По имени Васамбр провозгласил Республику Ну вы все это знаете Ну а как насчет этого замечания О Гитлере? Спросил я Тухок с улыбнулся Раскай ответил мне на этот вопрос Когда мы сидели в тюрьме в Хивике Он рассказал мне о мире Из которого он пришел Как я уже говорил В Камае было слишком много работы И нам ни разу не удалось По-настоящему поговорить О нашей прошлой жизни на земле Которую мы считали нашей общей родиной Кроме того Мы избегали говорить друг с другом О политических воззрениях Потому что чувствовали Что бессмысленно продолжать ссору Из-за нашего положения там В том, навсегда утерянном для нас мире И только в Хивике выяснилось Что мы одновременно пришли Через одни и те же врата Но с двух разных земель Удивительно Да Правителем Германии В моем мире был кайзер Внук узурпатора Который пришел к власти После Первой мировой войны Раскай рассказал мне Что кайзер в его мире После Первой мировой войны Удалился в изгнание в Голландию Впрочем Эта война в его мире Произошла на 10 лет позже Чем в моем Если пользоваться Относительной хронологией Во вселенной Раскай Власть в Германии Захватил Гитлер И он же развязал Вторую мировую войну Конечно Кайзер в моем мире И в мире Раске Не был одним и тем же лицом Даже имена у них были разные Однако Ход истории в моем И его мире Во многом удивительно совпадали И настолько Что это не могло быть Просто случайностью Моя теория Состоящая в том Что эта земля Населена людьми Которые прошли Через врата с моей земли Теперь полностью опровергнута Впрочем Вы знаете Нет Вы этого не можете знать Что два Плэшти Подверглись нападению Американских бомбардировщиков В один и тот же день Раске летел на Мессершмите Самолете неизвестного мне типа И он тоже увидел Что бомбардировщик Который внезапно появился Перед ним И на который он напал Был неизвестного ему типа Итак Теперь мы знаем Что врата могут связывать Между собой Не два мира А больше А каковы ваши дальнейшие планы Спросил я У Тухокса Мы узнали Об очень странном появлении В области ледников Верхнего Тирсунда Сказал он Кочевники Баката Рассказывают истории Об очень странных явлениях В долине Там наверху Там могут находиться врата Если эти рассказы Основаны на фактах Мы вероятно Больше никогда не увидимся Но если у них нет Никаких реальных оснований Как я подозреваю Мы будем вынуждены Остаться в этом мире Раскет тоже Если это будет возможно Вернется в свой мир Если же не получится То он отправится В Сааризет Он получил оттуда Великолепное предложение А если примет его То всю жизнь проживет Как король Что же касается меня То мы вместе с Эльмикой Вернемся в Адландию Он улыбнулся И встал Это может быть Не лучший Из возможных миров Но он тот В котором мы живем И мы должны жить так Чтобы не было Мучительно больно За бесцельно прожитые годы И извлечь из этого Все самое лучшее для себя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok